коррекция лица конечно же востребованная операция ничего здесь не поделаешь и в общем достаточно благодарная но все зависит конечно от многих факторов во-первых возраст во-вторых техника подход коррекция лица может подразумевать под себя серьезную хирургическую операцию вмешательство которая подразумевает и наркоз и отслойку и перемещение не только поверхностных но и глубоких анатомических структур таких как смаз например есть такая анатомическая структура которая хорошо знакома всем пластическим хирургам бытует всевозможные разногласия нужно или не нужно ее затрагивать но это наши как бы внутренние проблемы тем не менее это уже касается относится к серьезным хирургическим вмешательством и в общем то в большей степени рекомендуется женщинам за 50 также существуют эндоскопические техники коррекции лица комбинированные они в большей степени относятся к малоинвазивным постольку поскольку мы не предполагаем глубокую отслойку но соответственно рекомендуем их в целях омоложения уже более молодым пациентам эта операция не оставляет следов но гарантирует продолжительность хорошего омолаживающего эффекта коррекция лица может подразумевать малоинвазивные техники такие как нитевой лифтинг нитевая коррекция и коррекция с помощью либо филинга с помощью косметических процедур ботулинотерапии и может быть при помощи каких-то филлеров которые способствуют исправлению мимических морщин обозначенных с возрастом на коже лица опять же все зависит от возраста если пациентка молодая от 29 до 30 до 28 скажем до 38 можно обойтись при наличии избыточного жира в области подбородка липосакцию провести можно провести липосакцию можно сделать небольшую коррекцию с перепечением кожи вышестоячее положение с помощью разрезов за ушной области и затылочной области также можно использовать нитевую коррекцию в этом возрасте все-таки в большей степени используют нитевую коррекцию она является некой профилактикой возрастных изменений кожи и улучшения тургора в этой области